Также можно сделать из глины, ну и как в данном случае, когда есть модель, нам нужно сделать форму, как сказать, слепок, чтобы можно было потом уже дальше производить штамповку данной работы. Вот мы представляем вашему вниманию форму из двухкомпонентной резины. Это специальная скульптурная резина, она довольно-таки большую температуру держит. Помимо самого гипса можно сюда заливать также и пластик, она спокойно выдерживает данную температуру, пластико-нагревание более 80 градусов, и мы точно также можем получить вместо гипсового отливка пластиковую. Но мы используем эти формы для московых, то есть мы сюда заливаем горячий воск, воск остывает, и мы получаем такое же изделие, только воски. После чего мы переформовываем, делаем форму подлитиво, и тогда уже получаем металлическую модель. То есть чтобы создать просто модель в металле, нужно потратить колоссальное количество времени, силы, энергии, чтобы получить в результате все-таки в металле. Но гипсовый образец всегда отливается, смотрится на какие-то дефекты, в случае чего дорабатывается, и потом заново переформовывается, так сказать, чистовая формовка идет. Потому что в мягкой модели, особенно в пластилина, можно будет пустить некоторые нюансы, и будет дефект. Поэтому они делаются гипсовые, смотрится хорошая, получается, в модели нет, в случае чего-то переформовывается уже чистовую. Ну а сейчас я вам продемонстрирую, как это для дефекта сделать. Извините, пожалуйста, у меня вопрос перед тем, что вот это за структура называется? Ну это то, что вы доработали на кафельнике. Сейчас секундочку я буду вкормить. Вот мы не дали их позицию. Так из чего вот это вот? Из чего это вот? Из жиры, из железа, из пруонза? Это у нас гипс, пластилин, это у нас пруонза на гранитной подставочке. Вот так это все. Или это называется кабинетная пластика. А что оно не блестит у вас? Ну потому что это затонированный металл, протравлен. Вот, можно видеть окисление. Вот. Почему он затонирован? Потому что если его взять и отполировать, то все детали, которые здесь есть, они не будут видны. Поэтому скульптура всегда, в большинстве случаев, она тонируется. Она протравливается, чтобы были видны все-таки какие-то нюансы. Морщины, не морщины, там, как идут складки на лице. Если это все заполировать, то талии вообще ничего не видно и теряется качество данного. Поэтому обрабатывается другая. Шов, какие-то анализации лепутки, и потом тонируется. И это получается хорошая работа, именно рентализированная. А если зарулировать, то много что теряется, немного институт, и все. Вот, например, работа. Как вы думаете, с чего это? Этого бронза. И это с чего? Как вы думаете? Латун. Латун. Ну, похоже. Это гипс. Одна замманули. Это гипс. Все зависит от удовольщика и его способностей. Насколько он сможет... Ну, она, правда, пылью покрывает. Но можно взять гипс и затонировать под любой металл, либо камень. В данном случае тоже представлены перед вами работы. Это тоже гипс, но это не завершенная еще работа. Рисуются жилки гранитом, мрамором, любого камня, которого он хочет. А потом это все скрывается лаком. И получается тогда такой эффект иллюзии-обмана. Как будто она призна и дискам. То есть это вот этапы выполнения. Начали проходить слегка там, дорожные человеку, какие-то метки. Где-то начинают рисовать какие-то жилки. Потом уже дальше. А потом уже есть третья стадия. У меня на данный момент ежес нет. А когда она уже скрыта лаком, потанированная скрыта лаком. И тогда оно блестит как будто с камнем. Так, ну а сейчас я вам... Нет, еще у меня один вопрос. Вот если убрать вот это вот, что тут, чтобы найти у нас. Тут почему-то всегда отверстие какое-то образуется. А, пустота. Пустота. А почему она образуется, да? Ну, то есть я хочу сказать, что они все практически уступают в пустыне. А почему это там? Ну, скажи мне. Я дошел. Для чего это делается? Во-первых, если бы все работы, допустим, делались в цельной лицеей, как и вот эта работа, она тоже пустотела. Она не виталия, она тоже в пусте, но она просто пустая. Ну, действительно, зачем? Если бы она была сильная виталия, я бы ее не смог бы поднять. Ну, а как это подключается отверстие? Как это выковыриваете? Нет. Когда лексиклюксовая модель, это делается накатывание. То есть вы заливаете часть в липс, начинаете форму обкатывать. Тем самым она образуется стеночек. И тогда у вас получается пустота. Ну, пустая работа. Когда вы делаете в металле, то делается сначала восковка. Восковка точно так же. У нас форма перевернута. Мы налили туда горячий боск. Постоял некоторое время. Мы сливаем. На стеночках образуется толщина боска. Вот. Он застывает, он закрывает. Мы припаяем литники. Начинаем формовать. И во внутрь тоже заливание туда раствор. Получается, что у нас и внутри формы, и снаружи формы. После чего мы возглавляем. Воск. И у нас в одной из самых статей, а из того, в которой мы зарядаем. Ты понимаешь, что вы наливаете отличный металл, да? Да. Нет, металл слизательный мы не наливаем. Мы только мозг. Воски это, собственно, основное мы делаем. После чего, когда мы заформовали, у нас уже внутри есть форму. У нас есть внешняя оболочка. Есть внешняя оболочка. И вот между этими замолочками становится пустота. Которая была в полнорозке. И после чего мы заливаем туда уже металл. У нас получается простая модель. То есть в церкви экономии, разумеется, метод материала. Зачем вам цельно литая работает? Ну, болванка, она еще не получится. Некачественная будет. Плотности не будет. Да, еще усадка. Да, он даст усадку, если будет цельно литая. Поэтому, как-то так. Ну, спасибо. А тебе покажите, пожалуйста, как же это все делается. Давайте сейчас подвинемся, а что дальше? Я уже тут покатаю. Вода? Вода. Гипс. Я так понимаю, что надо быстро мешать, иначе он быстро застынет. Нет, нет, нет. Или это какой-то специальный гипс? Нет, мы не умеем. В данном случае я вам сейчас продемонстрирую с обычного гипса Г5. Но модель, которую вы сейчас видите, это сделано с медицинского гипса. Я вам потом покажу разницу, в чем отличие все-таки есть. Отличие есть и визуальное, и по характеристикам гипса. Потому что Г5-ый не шибко подходит к данной работе. Но у него есть дана лучей преимущества. Он быстрее застывать, чем медицинский, либо устроенный Г16-кин сорвался гипс. Нам нужно вредить. Поэтому мы сейчас зальем с Г5. Нельзя сразу размешивать. Если я начну размешивать сразу гипс, образуются катышки, комки такие, которые потом будут высыпаться. Поэтому я насыпаю гипс до образования легкой горочки. Вода вплутывается, гипс наполняется, и после я тогда начинаю размешивать. Тогда у меня не будет вот этих комков, которые я начну выливать, и оно начнет так плювкаться. Поэтому немножечко подождем. Когда он заполнится. Формы также бывают разные. Вот сейчас это силиконовая форма. Есть кусковая форма. Вот эта работа сделана из кусковой формы. То есть множество кусочков гипса. То есть у меня была мягкая модель. И я множество делал кусочков, набирал, чтобы они были разъемные. Делал таким образом форму. После чего я делал общий кожух. Кожух это такая... Ну короче, он держит вот эти все мелкие куски в себе. И когда я снимаю кожух, достойте все кусочки. Потом эти кусочки я вкладываю в кожух, собираю, у меня образуется форма. Ну и заливаю потом. Чтобы создать такую пустоту, помысл, да? Да, а есть комбинированные формы. И силикон, и гипсовые. Есть точно так же металлические формы. Вот, представлены. Так, начинаем перемешивать. Ну тут же надо в металле как-то вырезать. Как это вырезается? Картинка. Все. С лобными, врезами, да? Нет, делается так же, что вылезаю. Делается гипсовая форма такая же. Модель. А по ней уже заливаем, формуем ее. Заливаем. Тихо, тихо, тихо. А, чудо.